Впервые в России. Легендарный Тони Робинс. 1 сентября. Олимпийский. Мировая премьера новой программы. Тони Робинс. Коуч номер один в мире. Гуру президентов, олимпийских чемпионов и звезд Голливуда. Автор бестселлеров «Беспредельная власть» и «Разбуди в себе» Исполина. Входит в список топ-50 главных бизнес-умов планеты и в рейтинг 100 самых известных знаменитостей в мире журнала Forbes. Обретите уверенность в себе и узнайте секрет безусловного успеха. Это видео о том, как одеваться, если вы невысокого роста. Если вы 175 сантиметров и ниже, то это видео для вас. Ну а если выше, все равно найдете несколько крутых советов. Давайте начнем видео с обсуждения пропорций. Если вы изучали искусство, то скорее всего знаете, насколько важны пропорции для того, чтобы вещи выглядели превосходно. Давайте разберем идеальную форму для тела. Тело почиталось в истории на протяжении многих лет через картины и скульптуры. Используя голову как мерило, мы видим, что в идеальной пропорции рост составляет 8 голов, а ширина 2 и 1 треть. В реальности же рост человека в среднем составляет 7,5 голов, а более низкие люди в среднем 6 голов. Проблема в том, что у низкого человека пропорции иные, чем идеальные, и иногда такие люди могут выглядеть как дети. Ну, это базовые знания о пропорциях. В чем же цель этого видео? Объяснить пропорции и размеры одежды, если ты не высокого роста, чтобы ты мог выбирать подходящую одежду, в которой будешь выглядеть хорошо, а не одежду, которая будет делать тебя еще ниже ростом. Что ж, сначала давайте поговорим о размерах. Изначально мы смотрим на длину рубашки или футболки. Она не должна быть ниже таза. Да, конечно, можно подогнать по размеру, но лучше найти бренд и марку, которая подходит сразу по размеру на ваше тело, чем тратить дополнительные деньги на портного. Далее обращаем внимание на плечи. Если шов уходит ниже плеча, то от покупки стоит отказаться. Нам необходимо, чтобы она подходила по размеру в этом месте. Это важно. Если вы плотный мускулистый парень и хотите купить себе облегающую футболку, то ищите футболку с вырезом, которая подчеркнула бы вашу талию. Это часть от груди до нижней части живота. В зависимости от вашей талии следует подобрать футболку по стилю. Допустим, что у вас нет талии и таз и грудь по 106 сантиметров. В таком случае следует подыскать такую футболку, которая больше прямоугольного стиля. Есть такие, которые идут строго вниз. Другие же могут быть атлетического кроя и слегка облегать талию. Давайте рассмотрим рукава. Вместо того, чтобы смотреть наверх рукава, лучше обратить внимание на его нижнюю часть в целом. Чем он короче, тем лучше. Вам может показаться, что вы выглядите слишком худым. Вам это все равно не скрыть. И лучше выглядеть худым, чем иметь обрубленные руки. Потому что именно это делают длинные рукава при низком росте. Лучше взять рукава покороче, это будет выглядеть лучше. Давайте поговорим о рубашках. Схоже с футболками, в первую очередь необходимо убедиться, что она идеально сидит в плечах. Если вы ее примерили, и она не сидит на ваших плечах, тогда даже не думай покупать. Когда мы подбираем размер в области груди, талии и торса, то тут все может варьироваться. Лично мне нравится, когда есть дополнительные 3-5 сантиметров ткани в области груди и живота. Может кто-то из вас предпочтет чуть больше или меньше, но когда у вас запаса меньше 2 сантиметров, это очень тесно. Может даже не будет пространства, чтобы нормально дышать. Сейчас давайте обсудим длину рукава. Когда вы взяли новую рубашку, то самая частая ошибка, никто не подгоняет рукава. Кстати, если вы еще и худой, то рукава можно заозить. Это будет намного лучше выглядеть. Насчет длины рубашки. Так как рубашки в априори предусмотрены быть заправленными, то ничего страшного, если она чуть длиннее. Так даже может быть удобнее. Но если вы хотите носить рубашку на выпуск, например, если это кожула рубашка, в таком случае вам, наверное, придется ее подгонять у портного, чтобы она не была короче и не была ниже пояса более 7 сантиметров. С размерами для пола примерно то же самое, что и для футболок. Но самое главное убедиться в том, что длина правильная. Дополнительно следует обратить внимание на вещи помимо размера, это пропорции. Например, воротник следует сравнивать пропорционально вашему лицу. Попробуйте взять пола на несколько размеров больше. Если воротник одной и той же ширины на всех размерах, то не надо покупать такое поло, это не годится. Вам надо найти то, что пропорционально сделано для вас. Господа, сейчас поговорим об идеальном размере, когда дело касается джинс, брюк и шорт. Все начинается с промежности. Я имею в виду высоту. Что ж, высоту, если на то пошло. Можете замерить, взяв метр, и начать измерять прямо отсюда сверху. И продолжить через всю эту часть. Прямо сюда до вашего крестца. И вам надо найти более низкую посадку. Почему так? Потому что это сделает ваши ноги длиннее. Джинсы с хорошей высотой посадки, которые отлично сидят у вас на бедрах, сделают так, что ваши ноги будут выглядеть длиннее, а вы будете выглядеть лучше. Вот что вам следует искать. На другой стороне находятся хакки с низкой талией. В этом случае хакки все портят. Потому что они просто срезают линию ваших ног. Делают ваши ноги короче, чем они есть на самом деле. Так что не стоит так делать. Это же касается и шорт. Если рассматривать светлые брюки, то снова зона на бедрах. Она должна быть заужена, чтобы вся зона промежности отлично сидела по размеру. Давайте теперь обсудим ширину штанин. Ведь она идет вдоль всей ноги и формирует ее линию. У меня в руках есть пара брюки джинс, не знаю, если вам это видно, но брюки чинос слегка шире, чем джинсы. И это хорошо, так как когда вы подбираете себе пару брюк чинос или хакки, то вам необходимо, чтобы они были по возможности не широкие. Чего следует избегать, особенно если вы худой или нормальной комплекции, так это брюки, которые делали бы ваши ноги шире. Хорошо, перейдем к теме, как следует подшивать брюки. То есть мы укорачиваем в целом всю длину брюк. Даже один сантиметр может сделать большую разницу. Я не могу рассказать о подкорачивании штанов без того, чтобы рассказать о складке на брюках. На мой взгляд, для мужчин невысокого роста лучше всего подойдет длина без складок или на четверть складки. Без складки – это когда брюки свисают ровно. Мне кажется, это хорошо выглядит на большинстве мужчин в целом. Если вам хочется, то можно немного опустить пониже. Скажем, если у вас метр семьдесят и выше, это допустимо. Если вы ниже ростом, то не стоит опускать брюки низко, а смело показывайте ваши туфли. Далее поговорим о шортах. Я хочу отдельно выделить внимание шортам, так как если неправильно подобрать размер, то они могут испортить весь ваш образ. Они могут сделать так, чтобы вы выглядели низкорослым, а ноги обрезанными. Вы ведь не хотите переусердствовать в этом плане и умышленно укоротить свои ноги. Поэтому стоит подобрать себе такую пару шорт, которая бы наоборот лучшим образом выделяла длину ваших ног. Ни в коем случае не надевайте мешковатые шорты. Эти шорты реально не сделают вам никаких поблажек. Даже хуже, чем штаны. А также испортят силуэт и образ. Так на что же обратить внимание при выборе длины шорт? Если вы примерно 170-173 сантиметра, то длина от промежности 23 сантиметра отлично подойдет вам. Если вы 165 сантиметров, то 18 сантиметров от промежности будет самое то. Если ваш рост 160 сантиметров, то длина 12 сантиметров по шву от промежности будет хорошо сидеть. Теперь перейдем к размерам пиджака. Как всегда, начинаем с плеч. Если пиджак не подходит по ширине плеч, то не стоит его покупать. Положите его на место и поищите такой, который будет сидеть в плечах. Затем подбираем в области торса. Сначала грудь, затем живот. И вот с чем тут, конечно, стоит быть аккуратным, это длина пиджака. Стоит убедиться, что этот пиджак слегка покрывает нижнюю линию ягодиц. Это хороший знак. Именно такая длина нам нужна. Когда вы держите руки по швам, где находятся рукава? Они заканчиваются на косточке у кисти или слегка заходят уже на саму ладонь? Если рукава на 2 сантиметра длиннее, чем косточка кисти, то следует быть повнимательнее. Вам необходимо выбирать чуть более короткую длину, чем обычно, чтобы пропорции выглядели правильно. Спортивные куртки и пиджаки – это не ваша тема? Может, вам нравятся кожаные или джинсовые куртки? В любом случае, куртка будет создавать плечи и делать вас выше. Но берите куртку, подходящую вам по стилю. Джинсовая куртка, общая длина которой будет короче – это верный выбор. Итак, друзья, теперь ваша очередь. Пишите в комментариях ваши советы и лайфхаки, которые могут улучшить стиль и то, как одежда на вас сидит. Очень хочу найти годные вещи в комментариях. И да, если вам реально понравилось это видео, вы считаете его полезным, то, пожалуйста, делитесь им, ставьте лайки. Берегите себя. До встречи в следующем видео. О боже, как жарко в этом офисе. У меня сегодня кондиционер не работает, так что я тут весь вспотел, пока снимаю это видео. Каждые две минуты хожу вытираю пот со лба. Надеюсь, что не буду сильно блестеть на видео. Но что поделать. Хорошо, до встречи в другом видео. До встречи в следующем видео. Take care. Пока.